В Амутнинске то же самое, тоже они сказали, что работать там негде. То есть работать негде, да? Работать негде, и все они в основном живут, вот кого не спрашивали, купите газету просили. Люди говорили, нам не на что, даже 10 рублей не было у многих людей. То есть глубинка, ну почти что все, вот сколько проходило народу, все, редко кто мог купить газету, даже 10 рублей доставали последнее, видела я, прямо из кошелька, вот достают последнее. То есть в глубинке как раз таки людям очень сложно выживать на те деньги, которые они имеют. То есть это очень получается невозможно. Люди живут от зарплаты до зарплаты и экономят на все. Я бы так сказала. А молодежь, про молодежь что-то говорили? Про молодежь могу сказать так, что вот из деревни из этой, я даже название деревни-то ведь не знаю, она такая заброшенная уже деревня, вот мы просто проезжали и остановились у памятника ненадолго. И вышли молодые люди из другой машины вместе с детьми, молодым людям этим ну от силы 18, 19, 20 лет и дети маленькие там от лет 4-5 и до 7 лет были детки. И эти молодые люди просто пили пиво, танцевали под музыку и с удовольствием взяли наши газеты, купить они их тоже не могли и сказали так, что им очень трудно выживать в их деревне, так как работать совсем негде. Спрашивали их, на что они живут, но они объяснили так, что вот живут на те продукты, которые в огороде имеют и в основном выживают на пенсии своих бабушек, например, или какие-то еще такие деньги, кто какие имеет там. То есть работать совсем негде. Деревня на самом деле, как нам и рассказывала эта молодежь, что полуразвалина эта деревня была, и многие дома бросали и уезжали куда-нибудь в города, и мы когда проезжали мимо этой деревни, увидели это на самом деле.